Около подъезда стоит машина с водой. Идите за водой. Ну я знаю, да у меня тут есть. У меня на балконе воды полно для полива всяких всяких. Но воды долго не будет, имею ввиду. Проблемы объединяет жители 27-го комплекса, переживает друг за друга. Сообщают о приезде водовозок. Челнинцы идут к ним с ведрами, баллонами, чайниками. Главное побольше набрать. Неизвестно, когда из кранов вновь потечет вода. Мне сейчас женщина сказала, что там стоит машина с водой. Вот я и выскочил набрать хоть. Хоть на чай. Я сейчас пришла с работы домой. Смотрю, машина стоит. Я вот здесь рядом живу. Сказали, воды дома и горячей, и холодной нету. И вот я побежала, питьевая вода, чтобы готовить. Надо и кушать же как-то, и варить, и руки мыть сейчас после улицы. А то, что горячее, так еще холоднее включили. Открываю кран. Ни холодной, ни горячей воды нет. Вся семья проснулась. Кому-то на работу, кому-то на учебу. Конечно, ни чай не поставить, ни сходить, ни туалет, ни душу не принять. Поэтому своевременно все это решилось. В настоящее время на территории находится водовозка. В водовозке стояли рядом с домами 2717 и 2720. В 27-м комплексе курсирует несколько водовозок. В каждой по 10 кубов. А это 10 тысяч литров. Поэтому без питьевой воды не останутся ни школы, ни детские сады, ни многоквартирные дома, которые временно лишены благ цивилизации. Холодную воду отключили из-за аварии. Но возле дома 2720 произошел порыв водопровода. На место выехала аварийная бригада. Об этом сообщили сотрудники предприятий Челны Водоканал. На ремонтные работы потребовалось всего несколько часов. На время устранения аварии отключили холодную воду. Выставили две водовозки, которые курсируют между домами. В данный момент ведется устранение аварии, чтобы восстановить водоснабжение до конца рабочего дня. На данный момент авария устранена. Подача холодного водоснабжения восстановлена. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ.